ну что нет не идет ногой а все ура пошло сейчас звук смотрим раз два три раз два три раз два три ура есть все оставляй я буду вести через час приходи надо будет выключать и так здрасте начинаем сегодняшнюю трансляцию по эзотерике очень хорошо что все началось и у нас получилось наконец-то итак сегодня я по отвечаю на ваши вопросы и сегодняшний наверное вебинар я бы хотел посвятить больше всего эзотерике и больше всего недоступности эзотерики тайном эзотерике магическим приемом эзотерическим и совместим это с приятным я поотвечаю еще и на ваши вопросы которые вы тут же задаете и так а слава мой молодец потому что он сам все настроил и тревенок гениальный все погодит сетлана рыхт их добрый вечер дорогой наш андрей андреевич приобрела семинар целителя скажите пожалуйста у меня получится исцелять очень хочется помочь в первую очередь мужу заранее вам большое спасибо конечно же если вы делаете все точно так как я там объясняю в семинаре целителя то у вас будет все получаться как связано ли чем связано целительство целительство это обмен дело в том что большинство заболеваний которыми болеет человек связано с тем что человек не получает от жизни никакого удовольствия почему и с чем это связано жизнь связана с тремя элементами это элемент прошлого настоящего и будущего бог и я по-другому звучит так и я обозначает настоящее обозначает будущее то есть бог который сказал свое имя или первое свое имя обычным людям которые начали с ним общаться я 3 утрирую все и когда он сказал кто ты он сказал я настоящее и будущее именно поэтому человек который славит бога что это обозначает человек который живет ему нравится его жизнь человек который в боге это человек который живет настоящим и будущим думая о будущем думает что будущее дальше или скоро будущее будет хорошим то есть имеет надежды вера в будущего или вера в бога это значит вера в то что в будущем будет лучше а что такое темные силы темные силы это когда прошлое мучает а что такое прошлое все что вызывается в нашем сознании в нашем теле при помощи воспоминаний не простили не забыли обижаетесь подолгу переживаете из-за того что раньше что-то было это все тянет вас деструктивным силам то есть таким образом человек становится вне бога или идет против бога когда человек занимается целительством то он должен сделать вот что на энергетическом плане человеческое существо это некий конденсатор который накапливает в себе радостные состояния или радостные воспоминания которые у него есть развивая при этом радостные чувства так один человек получает удовольствие от того что он выпивал и ел а другой человек от того что он с ребенком обнимался от того что он природу созерцал от того что он имеет ярко развитые эстетические чувства и у каждого человека есть свой набор вот таких элементов которые накапливаются подобной энергии у одного энергии которые связаны с негативными воспоминания у другого энергии которые связаны с радостными мотивами жизни и когда мы видим человека то в человеке как правило накапливается бесконечное количество переживательных элементов связанные с событиями прошлого опыта который он не отпускает которые превращаются в узлы которые формируют дальнейшем тяжелые заболевания это может быть вызвано комплексами переживаниями бурчаниями нервами то есть целый целый огромный клубок всевозможных причинно-следственных связей когда человек начинает лечить другого человека то он своей любовью и добротой начинает лечить этого человека то есть по-другому он отдает часть своей энергии или трансформирует энергию другого человека настраивать его таким образом синхронно на свой лад то есть синхронно настраивая его на то чтобы он забыл прошлое перестал переживать о прошлом перестал нервничать чтобы эти события ушли из его жизни сделает в итоге человека лучше поэтому как развить способности целителя развивать в себе возможности восхищения жизнью делает все для того чтобы благословлять бога или благословлять настоящий момент то есть радоваться настоящему думать только радостно о будущем восхищаться и радоваться малым и так далее и так далее то есть все о чем я говорю на первой ступени поэтому если у вас это есть если вы добрый человек если вы не бурчите не угрюмы то тогда у вас есть дар целителя но я вам хочу открыть такую тайну которая не тайна дар целителя есть у каждого человека как вылечить человек у кого-то что-то болит не смотрите на человека положите туда руку и внутренне через грудь или в груди создайте некое чувство которое будет похоже на чувство доброты не любви а доброты если это любовь она связана с добротой тогда любви доброты не напрасно в свое время иисус христос говорил что любовь лечит а антипод любви что злость до любовь лечит а злость калечит 0 бармина добрый вечер андрей андреевич уже дважды в тамбур что такое тамбур лежат 1 рублевые монеты около моей двери я говорю тебе убираю что это не знаю кто-то вам говорите принимаю материальное благополучие забирайте себе 1 1 рублю это есть такие люди психически больные вот они себе начинают надумывать придумывают есть даже описанное заболевание она называется компульсивное и обсессивное расстройство и есть одна из его разновидностей называется вспомню скажу клерамбо и в случае если почитать то там можно определить моменты которые возникают в психике или психическом восприятии мира у человека который болеет таким заболеванием кандинского клерамбо то есть человек начинает придумывать сначала что для того чтобы не произошло что-то плохое он должен сделать и начинает искать какие-то прямо вот уникальные такие особенности которые он должен обязательно создать то есть вот он придумывает себе что скорее всего на эту планету наступают инопланетяне или там всех травят графеном или еще что то еще что но и решением этого всего является и дальше только ему понятные логические суждения могут вывести некую формулу которую он предлагает это допустим если он по под каждую дверь в квартире каждому человеку подложит 1 рублевые монеты или нарисует какую-то палочку у кого-то или будет вот так вот выбивать палкой какую-нибудь то есть это исключительно разновидности психиатрии или психиатрических заболеваний как нужно к этому относиться ну никак не относиться вот никак дело в том что если это делают ежедневно то это скорее всего психическое заболевание случае если вас это беспокоит то тогда в случае если вот вы делаете очень правильно потому что на человека можно влиять если человека испугать если человек напуган на него влияние которое создает другой человек в виде оккультной задачи или оккультного влияния какого-либо там может влиять то есть если предварительно напугать человека и он испугается то испуг является фактически тем открытым местом или той дырой через которое определенная программа которую создал этот человек может проникнуть жизни этого человека и каким-то образом повлиять но то что у вас это что вы делаете совершенно правильно здрасте андрей андрей скажите как можно использовать н н грамму гурджиева друзья мои н н грамма гурджиева было мной объяснена на одной из ступеней которую и я давал это в виде построения пентаклей вот построение пентаклей это было н н грамма гурджиева только немного объяснена и немного по-другому расположена здесь объяснять или каким-то образом рассказывать как использовать это но у меня нет ни возможности ну на самом деле и знаний нет вам скорее всего необходимо обратиться к тем людям кто в этом соображает но никак добрый вечер андрей здесь помогите определить где будет лучше получаться во флористике или психологии во флористике лучше як заставы ты другу классный ковчи тыся ничего не хочет в мэн и на массы уборотыся дякую смотрите сейчас вы произнесли два элемента которые однозначно друг друга даже вот рассуждая над тем что вы здесь написали уже виден конфликт какой конфликт конфликт первое смотрите первое это вами придуманная уже претензия то есть у вас есть уже претензия то есть вы начинаете предъявлять претензию и начинаете говорить что вот там ничего не получается и нет сил учиться не хочет то есть это уже ряд претензий скорее всего эти претензии выслушивает и ваш ребенок то есть эти претензии вы начали ему уже и говорит смотрите ваш ребенок уже как подсудимый а вы уже как судья то есть вы фактически стали судьей и ваш ребенок подсудимая подсудимый как себя чувствует но он может раскаиваться делать или не делать но на самом деле он не должен и не будет и так далее почему дети обычно не хотят учиться они обычно не хотят учиться потому что в самом начале была пропущена идея программы смотрите в самом начале есть ряд таких нюансов допустим если ребенок вот у меня такая ситуация была ребенок в 7 лет не знал что-то ребенок в седьмом классе не знал что такое таблица умножения которые необходимо знать уже во втором классе то есть ребенку который обучал которому было 11 лет или которому было уже 12 не помню ему говорили сколько будет там 6 7 и он не мог ответить там 6 7 42 88 64 и так далее то есть вот такие вопросы он не мог отвечать на эти вопросы совершенно естественно когда его родители говорили он совершенно не хочет учиться то я у него спрашивал почему ты не можешь учиться он говорит дело в том что я когда-то пропускал потому что там с бабушкой оставался в школу меня не возили и упустил вот этот момент развития знаете если вовремя не начать изучать таблицу менделеева или этом не понимать что такое валентность если не понимать там начала каких-то физических величин вообще общих понятий то в дальнейшем сама система образования она бессмысленна на это необходимо обращать внимание и ребенку которому мы говорим почему ты не учишься можно ответить он не учится потому что он уже пропустил основы не напрасно вообще существовала некая методика когда детей оставляли на второй год и это было неправильно потому что нужно было не на второй год год оставлять а возвращать на год назад или возвращать на два года назад для того чтобы ребенок вновь начинал изучать ну и как решать вопрос чем дальше в лес тем больше партизанов чем дальше в лес тем больше веток или деревьев или болота и так далее что нужно делать первое необходимо выбрать те предметы по которым ребенок сейчас отстает второе взять человека или специалиста в этой области то есть дополнительно учителя с которым нужно начать заниматься каким образом учитель прежде всего должен выяснить с какого момента образовательной программы ребенок потерял нить своего понимания с какого момента это очень важно потому что обычно когда вы берете там математика или человека вот знаете в моей жизни была ситуация обратилась женщина и говорит мой ребенок он совершенно не может разговаривать на английском языке и так далее андрей андреевич вот может она психически больная мы семь лет учим английский она некоторые слова знает некоторые слова не знает можете ли помочь и так далее ну и я общаюсь с ней ну увидел что она действительно много слов на английском языке знает и так далее но я столкнулся с тем что открыв книгу или открыл английский текст она не могла прочитать английский текст не могла почему потому что она не изучила транслитерации то есть она не изучила идея объединения слов понимания этих слов и так далее то есть не было ни грамматики она не умела читать на английском я говорю ваш ребенок не умеет читать на английском языке необходимо начать заниматься с ней не с того чтобы учить слова а с того чтобы начинать самых азов то есть еще раз объяснить буквы после этого как буквы складывается после этого начать грамматику и так далее вот таким образом и после этого история это закончилась таким образом сейчас этому ребенку кстати вот через несколько часов этот ребенок приедет к нам этому ребенку уже 21 или 22 года и чтобы вы понимали ребенок учится в медицинском институте при этом великолепно ребенок разговаривает на английском языке но что нужно было делать нужно было найти начало найти с какого момента ребенок полностью потерял нить которую там которая должна была его связывать с данным предметом так получается родители думаю что то он сам научиться не научаются сами ребенком нужно заниматься программа так устроена что постоянно дома если вы хотите чтобы ребенок учился нужно постоянно дома чтобы он занимался с вами или занимался с кем-то почему вы злитесь потому что он не понимает почему он не понимает потому что он не понимает не это а он не понимает далеко не это ему нужно на два года на три года там идти назад и начинать самых азов вот с чего нужно ну и третье восхищайтесь малым есть еще такие дети допустим у меня был друг его зовут андрей его папа андрей сергеевич и он очень плохо учился в школе прямо очень плохо папа его такой был он талантливый и очень хорошо там в своей области состоялся и смог заработать и талантливый еще и в том что умеет играть там на разных инструментах и так далее но его область друга когда начал расти сын у него появились необычные способности к стихотворению то есть он начал очень хорошо писать поэтически очень красивым слогом очень красивым смыслом текстом писать много поэзии причем это началось еще там 7 8 лет в большом количестве он стихи в огромном количестве причем начали эти стихи признавать у него есть канал где он их читает сейчас он уже заслуженный поэт украины и признанный поэт и песенник и там что только он не делает знает несколько языков очень талантливый ребенок но этот ребенок он категорически или тотально не был склонен к тому чтобы знать физику математику какие-то основы вот начало он знал а если разобраться далее то все что связано вот с этими науками они для него были ну практически недопустимы вот практически невозможными это одна из особенностей когда человек заточен на что-то одно этому человеку чрезвычайно сложно переключиться на что-то другое так дети которые могут быть талантливыми в дальнейшем ну наверно помните историю энштейна который учился плохо в школе был слабым троечником который стал нобелевским лауреатом причем несколько раз и таких историй их огромное количество то есть ребенок или человек начиная развиваться он выбирает для себя то что ему нравится больше всего наша же система образования она считает что образование должно быть таким широчайшим повсеместным очень глубоким и фактически пробует выращивать из детей после окончания школы каких-то гениальных у мега образованных докторов технических физических математических наук при этом что это судя что не нравится футболка моя нравится говорит ну хорошо спасибо так вот и последний момент и так третий момент который очень важен для того чтобы ребенок все-таки начал учиться как это не странно первое не занимайтесь сами с ними второе найдите кого-то и третье перестаньте его по этому поводу клевать ругать начните восхищаться хоть чем-то и говорите что если у тебя не получается в этом ничего страшного значит ты будешь успешен в этом а еще ищите реализацию ребенка присматривайтесь что у него хорошо получается если у него хорошо получается играть то тогда у него технический ум если посмотрите во что он играет если он играет в гонке значит он склонен там к тому чтобы заниматься транспортной логистикой вождением автомобилей грузоперевозками если он занимается там домики эти строят или ставит то тогда ему хорошо заниматься архитектуром дизайном компьютерной программированием ну вот что-то такое понимаете вот у меня есть ребенок они и вообще не интересны игры зато она играется с куклами и когда маленькая была она их раздевала там отрывала им ручки потом их снова ставила туда и основные программы которые ей нравятся вот ей нравятся программы по медицине ей нравится быть врачом она когда маленькая была она говорил она вот все время проверяет моют руки или нет и у меня такая же ситуация была я не так радовался красному зачку в школе и пионерскому галстуку как повязки которую мне одевали я должен был стоять и проверять в советском союзе у всех руки на чистоту и мне это очень нравилось я стоял гордо потому что мне принадлежала односуточная возможность почувствовать себя врачом а это звучит гордо вот дорогой андрей андреевич каждый раз когда я на улице обязательно все машины начинают ехать и отравлять воздух поэтому все хоть отравлять воздух поэтому не что мне делать я страдаю по этому поводу как мне помочь что мне делать но смотрите жизнь устроена по принципу первое получайте от жизни удовольствие второе если не можете получать от жизни удовольствие измените жизнь так чтобы получать от жизни удовольствие и третье если первое второе вам не подходит вы умрете а вы уже раздражаетесь и видите что машины рядом с вами становятся дырчат и начинают ехать ну какой мой совет есть банальные такие системы очищения воздуха это некие такие фильтра продает их японская фирма но их можно приобрести в наших странах который устанавливается в носовые пазухи и которые работают как микро как микро противогаз при этом они закрывают влияние микроворсинок бактерий всевозможных пыльцы и даже газов то есть если вы будете дышать через них через нос то вы в жизни никогда не почувствуете выхлоп других машин не запах других людей не выхлоп других машин абсолютная машин абсолютная стерильность пожалуйста пользуйтесь vip 3 так здрасте андрей андрей спасибо за ваш труд помогли ваши советы и лекции родила тройняшек я вас так поздравляю вы такая молодец скажите пожалуйста приорила приобрела недавно обряды как ю а потом поняла что мне рано еще прошла первую ступень обряды как ю это обряды которые я провел в этом семинаре для вас и смотреть или просматривать их можно в записи просто садитесь и слушайте от начала и до конца это три обряда обряд калии кунды обряд обряд сев севары кивары и обряд хаягривы что это за обряды но фактически это выглядит так если в жизни не везет то это духи которые влияют на человека и заставляют его страдать влияние и так далее если человека попросить чтобы эти духи вселились в него забрали то что там находится и ушли с этим при этом оставив человеку его самого счастливой жизни и взяли при этом поддержку высших сил там будд архатов и тогда этот хагат таким образом происходит вот три элемента в трех разных плоскостях это очень сложная обряды и так далее они очень эффективны соглашаетесь вы с концепцией не соглашаетесь концепции верите не верите достаточно просто посмотреть просмотрите жизнь изменится елена джа джа шаку его елена джа шаку его кланяюсь перед вами андрей дич низкий поклон за философию доброту к людям благодаря вам жизнь налажится спасибо вам пожалуйста приедет ли муж к нам сыном навсегда в этом году и появится ли у нас все дети в этом году не появятся в этом году не приедет навсегда я хочу поднять стартап платформы для онлайн магазинов на основе нейросетей подскажите пожалуйста найду ли инвестора нет не найдете в этом году точно подскажите мне пожалуйста отчего у меня в мои 40 лет столько боли и протрузии и не только неудобно описывать как я могу себе избавить от этих заболеваний я сегодня говорил верьте в это или не верьте вот смотрите человек живущий в этой жизни должен знать что каждый момент вот смотрите бог это время в котором мы живем и смотрите как мы относимся к богу мы сколько у нас на протяжении дня плохого настроения мы фыркаем нам не нравится мы обижаемся мы нервничаем нас эгоизм нам некомфортно мы чешемся мы завидуем и злимся и так далее то есть на протяжении дня в настоящем моменте сколько раз вы испытываете состояния плохие по отношению к богу они бесконечные для многих людей а что нужно делать каждую минуту нужно стремиться к тому чтобы первое хотя бы не создавать эти состояния то есть отвлекаться от них то есть можно беситься идутся годами можно не обратить внимание создать то отстань можно завидовать и переживать может сказать меня это не касается можно кого-то перевоспитывать и страдать от этого можно фыркать чикать до лица мы такие на себя одеваем смотришь на человека ну вот ей богу иногда просто придушить хочется такого человека ну вот не должен такой человек на земле существовать извините за эти высокодуховные слова если бы я был на стороне бога или богом у людей не было бы никакого шанса дальнейшей жизни никакого почему они все время чем-то недовольность смотришь на людей людей которые довольны на протяжении дня больше десяти часов не бывает не бывает постоянно постоянно какие-то претензии к миру постоянно чем-то недовольны постоянно это не так и обижаются и дуются и терпят и злятся и фыркают и кривятся и ходят носом крутят и глаза и лица страшные и это недовольны эти не такие это не так и это не то и это не так сказали не так сели не так помыто не так стоит не так висит все плохо мне плохо вам плохо и вы еще придурки и потом знаете человек на котором большое количество какашек он еще и начинает очень много ругаться и писать гадости и этот человек почему писать газ носит и сам в какашках то если ты где-то ходишь ты должен оставлять какашки правильно почему люди пишут в комментариях маты я понимаю этих людей помните о ментальных сетях говорил если на человека за спиной про него все время матерятся и думают плохо соседи вот снова пошла это корова вот вечно такая вредная и так далее вот у меня была женщина и я ее не знал а жил на четвертом этаже в харькове она жила на третьем ее люба звали и я когда заселялся туда в этот дом на первом этаже разговаривал с женщинами говорю там как дела и все да это люба такая вредная вечно всем недовольная никогда не позовет свет не выключает специально отказывается обязательно всем хамит фыркает и так далее а потом у любы было высокое давление и она андрей андреевич да вы врач я говорю да дренд речь уколите мне внутривенно укол игры конечно уколю пришел и у кого внутривенно укол потом еще и станцию поставили ей и там несколько дней колол и она мне говорит я в такой любви живу меня все в доме обожают я для них лидер я их совет если что-то случилось только ко мне приходят представляете она в какой иллюзии живет она думает что к ней хорошо относятся на самом деле ее все не любят и вот так все за спиной ей в спину плюют потому что она какашка за на плохой человек за на вечно перекривленная вечно всем недовольна вечно все плохие вечно все плохо а знаете я с такими людьми когда разговариваем говорят да я буду лучше но вот он же но вот они же они причем нужно определиться вы свою жизнь живете ли чью-то еще если свое отвечаете за себя самая лучшая медитация для людей эта медитация в которой человек будет просыпаться и говорить я никто я не никто я не причем я не не причем зачем чтобы освободиться от эгоизма от этой мишуры от этого ужаса человеку настолько важно что напротив него думают о нем как нему относятся как да вы первый последний раз этих людей видите вам то чё и потом чё так много заболеваний а почему нет почему много матеряться ну так за их спинами в проник уже столько раз промотюкали что уже рядом они так обвисли этими матюками что когда они садятся у них нет других слов они только маты хотят писать конечно есть чек все время материться то видя такого человека материться хочется ментальные сети сам какашкой вокруг какашки брызгается елена муж последнее время начал очень часто выпиваю из-за этого ссоримся муж военный я на данный момент не в украине подскажите как я ему могу помочь вот так складываете ручки и говорите ты мой мужчина моё солнышко мой лучик мой зайчик иди ко мне иди ко мне дети пришли мои мой зайчик мое солнышко моя рыбка иди ко мне не нужно это с детьми общаюсь мой зайчик мое солнышко моя рыбка пусть тебе уже не нравится алкоголь пусть у тебя в жизни будет все хорошо пусть дверь откроется люби своих детей люби свою жену и так далее вот таким образом вымаливайте второй вариант представляете вашего мужчину как будто он стоит с бутылкой пьяный отделяете его одного плохого с бутылкой в левую сторону а хорошего в правую сторону и произносите ставите между ними заборчик и произносите тому который в левой стороне стоит говорите ты подлюка чтоб ты подавился чтоб ты забухался а ну пошел вон сволочь негодяй турок и представляете будто вы его бьете палкой и отгоняете потом того который остался обводите или берете в белый белый или желтенькой такой ниточкой обводите в желтое кольцо небелунгов и запечатывайте как я объясняю на своей первой ступени делайте так утром в обед и вечером делайте так на протяжении двух-трех месяцев и мужчина перестанет доброго вечера нашу чителю Підскажите будь ласка что мне придбать в нашей школе че что зі мною не так что ничего не рухается в житте придбала программу ваня санха я слухаю шуми читаю коды стараюсь як можем смотрите когда просматриваешь людей очень часто начинаешь понимать кое-что вот смотрите вчера просматривал одного дяденьку которая бы обратился ко мне и говорит вот андрей андреевич просмотрите вот многое всего сделала там ничего не получается я его просматриваю как я просматриваю меня есть один из методов просматривания о нем буду рассказывать на семинария ясновидение вот которые буду в скором времени проводить и я просматриваю человека так как будто я его вижу как будто он сделан из алмаза то есть такой прозрачный темный насыщенный алмаз и когда я просматриваю человека представляя будто он алмаз на определенном фоне я там тоже фон какой-то делаю то я могу просмотреть чего в жизни человека не хватает так вот просматривая вчера человека я заметил что у него нет ног то есть его туловище есть а ног нет о чем это говорит дело в том что ноги блокируются страхами таким образом вот человек говорит я там деньги там пытаюсь я стараюсь и так далее а ему не это надо ему нужно пройти семинары где он должен удалить свои страхи а это семинары там допустим там какой семинар есть сангая 66 вот поработать над тем чтобы этих страхов не было потому что вот эти страхи нет ног нет левой или нет правой и это все вызывает большую проблему вот просматривал дяденьку одного он с тетей живет у него ноги есть а туловище вверх нет а это о чем говорит а это говорит о том что он потерял любовь к себе он потерял любовь к себе и ему необходимо сангая пройти допустим которая будет связана с тем чтобы вновь наработать чувство любви к себе и так далее а жена рядом с ним тело все светится головы нет а почему головы нет а головы нет потому что вот она целиком решила что ее жизнь она связана не с тем как она хочет а с тем как скажет ее мама как скажет ее мама еще у нас есть девочка она там магией занимается так печально там вообще я думал знаете такую презентацию мне сделала я ордена ленина душбы красного знамени с генералами работаю такая вся модная и так далее начал ее просматривать боже мой чем же шана там пытается магией заниматься если там вот вообще все плохо вообще все по просматривая и кроме головы нет никакого туловища это о чем говорит денег не будет любви не будет части не будет доброты не будет нормальных отношений не будет но ничего не будет даже в постели секса не будет а если будет у них то ничего не ощутить и зато голова большая почему паша пытается всем навязать свою идею вот придумала вы должны вы должны я вот так я сказала я должны вы должны я сказала я вот а а ничего больше не умеет одна большая голова и к чему это приведет болезни с ног до горла неприятности связаны ну и несчастье поэтому вот видите все по-разному вот так видится поэтому мой ответ какой случае если у вас ничего не получается работайте со страхами это сангая номер 66 пройдите его не отступайте правда александра склиренко что можно сделать чтобы не переживать за беременность чтобы доходить до положенного срока и чтобы хорошо прошли роды заранее большое спасибо обязательно берите игрушку детскую такую ребеночка ложите прямо себе на живот и гладьте ее еще второй вариант вот так берете и складывайте руки у себя на животе левую на правую или правую на левую и как можно дольше на протяжении дня сидите вот если вы будете так руки складывать у себя на животе как многодетные женщины обычно так складывают то у вас никаких проблем не с рождением не с вынашиванием не произойдет как можно чаще гладьте свой живот прямо садитесь и ты мой хороший ты моя за чик ты моя хорошая ты мой за чик мой животик ты мой пупочек и там и так далее то есть вот таким образом у вас все нормально пройдет с беременностью не бойтесь анжелика яр хамут динова хамут будьте добры все кто будет участвовать в вебинаре основе дня вы нам откроете этот канал как ну вот я сейчас вам объяснил я представляю людей которые сделаны из брилли как бриллиантовые и на фоне который похож на прозрачный фон вечера когда на улице прошел дождь вот представляете такой фон и представляете на его фоне вот такого человека скажите если вы будете четко это представляет то вы сможете просматривать то что я умею делать скажите у кого это получится не у кого поэтому и а что открывать то можно открывать телевизор можно я просто объясню как это работает открыть сможете вы сами у себя каждый для себя потому что я даже объясню почему одних так получается у других так я объясню как делать что этом буду рассказывать вот допустим там вещь вам показали вещь вам показали и вы не знаете эту вещь человека показали на картинке и вы не знаете этот человек живой нет вот я объясню как просматривать чтобы сказать живой или неживой как просматривать для того как сделать так чтобы определить я эта вещь расскажу как допустим деньги украли у вас помещение и вы должны сказать кто вор вот все объясню и расскажу как это делать как снимать информацию через руки через грудь как снимать информацию через сознание все объясню дам специальные виды дыхания такие и объясню куда направлять свое сознание объясню как формируется сновидение чем мы снимаем что это такое нити времени объясню как идя идут через человека по почувствуем как это все устроено ну и так далее но так откроете нет нет дело в том что если человеку я открываю ясновидение то это человек тут же перестает обучаться эзотерики и становится сразу мега знаменитым человеком у меня такое было пять раз жизни первый был олег стенько олег есть ты мне смотришь хочу сказать что ты какашка и второй олег был нормальный нормальный человек стоматологии жена хорошая открыл ему ясновидение после этого человек сказал что больше мне жена не жена после этого женился на другой женщине на 8 лет моложе его хотя сам молодой после этого открыл кабинет и сказал что я буду энергоинформационным каким-то там дилером киллером с каким-то прибором японским и так далее ну и в итоге ни у одного ни другого судьба не сложилось олейник такой был у меня тоже вот да их много было сергей вот у меня был который пока я хочу ясновидение вот я тебе открыл канал ясновидение но он у тебя связан с тем что ты сможешь видеть сущности у андрей андреевич я ничего не вижу ничего не вижу приехал на морской курс и начал лечить людей то есть женщина говорит так болит колено так болит колено он говорит я сейчас помогу ведет рукой и вырвал вот так говорит я вижу прямо как вырвалась и побежала андрей андреевич и я говорю это ты чем видишь он говорит ну мне как я так вот показалось мне и ты это у тебя ясновидение нет я хочу ясновидение вот так раз как на телефоне и кино я говорю такого не бывает для того чтобы такое было нужно принять что-то то есть лсд там какой-то там мухоморы тогда это будет а так нет так не будет такое не надо отдела том что ясновидение это то что необходимо не человеку а прежде всего необходимо высшим силам человеку дают эту способность для того чтобы каким-то образом высшие силы могли коммуницировать с этим миром еще дополнительно через такого человека предупредителей что-то сказать или что-то кому-то подсказать а так обычно не дают для того чтобы высшие силы коммуницировали то человек должен быть где-то безразличным теплым добрым ну не знаю как то так то есть прежде всего это не нам нужно а им неплохо начать не все как заработаю сейчас как вайда мою подругу зовут игле у нее рак шейки матки рак не оперирован она не хотела операцию лечится препаратами по рецепту лондонской онкологической клинике что ей может помочь помогут ли упражнение мантры из книги доктор нет не помогут могут ли я слить и он все нет и сможете она умирает я это вижу если не сделают операцию на ближайшие до одного года умрет ссоре ссоре никакие доктор джинджа лекарства для души и разума и тела никакие там реальности никакие целители ей не помогут пока не это не удалят она у нее уже есть там того же тоже не хочется приспать я не хочу просматривать ирина ганзы меня зовут ирина 39 прохожу первую ступень сейчас детьми живем германии как беженцы когда мы сможем вернуться домой в украину в мае возвращайтесь в мае уже все будет хорошо мария здрасте прошлым летом я дала соль малознакомой женщине после этого были три аварии в которой муж не был виноват два раза на парковке стукнули машину связано ли это солью до берете теперь и делаете так берете большую купюру денег 200 гривен или 300 гривен 500 гривен там 20 долларов меняете на мелкие на деньги и в том месте где дали соль вот так рассыпаете и говорите выкупаю свою соль обратно или второй вариант этой женщине отправляйте стоимость соли с неизвестного номера на ее номер она обратно эти деньги не перекинет ну потому что такая женщина а вы когда отправите деньги произнесите слова выкупаю свою соль со всем остальным обратно понятно а ты свою забирай и после того когда это сказали а ты свою забирай возьмите пучок соли и выбросьте на улицу в окно здрасте андрей андреевич как повысить тромбоциты народный метод повысить тромбоциты берете черную нить обвязываете большой палец вот так обвязывайте большой палец черной нитью гипертоническая болезнь у вас очень высокое давление синей ниточкой запястья на левой руке а красной ниточкой на правой можно и наоборот пробуйте ну по синей ниточкой на левой лучше работает дальше шишка где-то выросла на лбу там где-то на груди не онкологическая но болезненная не можете справиться берете пачку спичек вот так вот зажигаете спичку тушите ее и вот этой потухшей спичкой прикасайтесь к опухоли и выбрасываете делайте так со всей пачкой вот так делаете два-три дня опухоль исчезает мне одна женщина есть которая уже до операции дошла на груди опухоль такая на худая у нее прям там такой шарик и прямо с железы и я рассказал как-то такой вот обряд она это делала и потом не звонит и говорит андрей андреевич я не могу в это поверить но операцию отменили опять-таки хочу я сказать что конечно же с одними это работает с другими не работает понимаете у кого как с чем это связано на знаю лариса муллер спасибо вам за труд за человечность за доброту о простых людях людях не могу выразить словами свое восхищение вашей философии жизни мой светлый добрый учитель пусть у вас будет каждый следующий день наполнен только радостными успехами достижения мне очень нравится жить я люблю жизнь мне очень нравится жить я научился любить без головы я научился любить сердцем без слов за что я люблю близких своих маму деток жену я люблю каждый день когда живу я люблю и это люблю больше люблю чем нравится и она не просто люблю я этих слов не произношу мне доказательства не нужны я это чувствую я это чувствую вместо этих слов жизнь вот в таком состоянии я называю атмане ческой и само это состоянии называют состоянием атмана и это состояние атмана но со временем когда появляется у человека и он его развивает то но с родни ну наверно бесплатного бесплатного секса бесплатного отдыха бесплатной энергии она очень выражена и она изменила всю жизнь изменила сердце изменила душу изменила сознание изменила отношение к миру все изменила дала ум и так далее это вот то чему я обучаю обычно о состоянии атмана и о том как его развитие объясняю на четвертой ступени и уже состояние брахмана которым я говорю на шестой ступени на седьмой но это совсем другое что она дала мне в свою очередь дала уверенности спокойствия дала надежду и веру и она не из-за того что я говорю скоро у меня будет а ну ничего страшного да все равно и так далее она просто само собой я об этом не думаю она есть я это чувствую а как чувствую объяснить невозможно просто вот вера и сила она сама по себе не девается то есть она один раз возникла и потом никуда не исчезла марина ваша ученица хочу выучиться и стать диетологом или нутрициологом и вести свою практику но что-то постоянно ставит передо мною препятствия подскажите может это не моё поэтому и не получается вы сейчас столкнетесь с огромным вот просто мега огромным количеством людей которые хотят или которые становятся нутрициологами и диетологами и всем остальным и остальными людьми но я хочу вам сказать случае если вы будете развивать это то вы столкнетесь не с тем хорошо вы знаете нутрициологию или диетологию столкнетесь с тем насколько вы можете хорошо снимать видео продвигать их в социальных сетях насколько вы хорошо можете быть блогером и разбирайтесь в том как сделать посты сделать их популярными добавить правильные теги научитесь работать в канве будете правильно оптимизировать свои названия для своих видео найдете свою аудиторию то есть полю по-другому это звучит так вы не старайтесь быть нутрициологом и диетологом после в итоге вам все равно придется зарабатывать через youtube или какую-то социальную сеть обучайтесь прежде всего тому как быть блогером как правильно снимать как правильно продвигать как правильно себя позиционировать вот это важнее а там но вот вы научитесь и что соберете людей на улице и будете им рассказывать о правильном питании да они вас пошлют просто сегодня 10 марта и сегодня последний день я сейчас посмотрю чтобы вас не обмануть все таки не сильно хочется обмануть сегодня 10 марта и сегодня у нас последний день где вы можете получить минус 18 процентов скидки на все абсолютно семинары которые я когда-либо создавал итак посмотрим что это за семинары развитие ясновидения часть 3 дальше магия тибета обучение рунам обрядовая магия первая и вторая часть трехдневный семинар обучение целительству быстрое замужество новый семинар вообще семинаров конечно я наделал очень много деревенская магия христианская магия магия древнего египта магии ислама магия тибета что говорят индийские боги индийская магия мастер-классы дуйко астральной по астральной энергии в том что вот этот мастер-класс дуйко один астральная энергия которая проводил в занзибаре то это не астральная энергия это уникальная мной разработанная программа которая дает человеку возможность омолодиться то есть это мега омоложение его так и нужно назвать я вот даю гарантию ну сто процентов это мало 450 процентов что используя хотя бы первых десять пунктов которые я дал в этом семинаре человек на глазах омолаживается там и коды и определенные ментальные программы и куча всего мастер-класс дуйко 2 астральная энергия 2 а это великолепный мега великолепный семинар где я объясняю как за с первого раза прямо сегодня лечь и выйти в состоянии астральной левитации не нужно никакие там осознания чувствуете что делаете один два три как я там объясняю и свободно выходите из астрального в астральное тело или с астральным телом в астральный мир мастер-класс древние закрытые обряды как you но о них сегодня я вам тоже рассказывал поэтому поторопитесь только сегодня последний день можно получить на все эти семинары минус 18 процентов скидки и они будут идти у нас до 2300 ольга кривоносова сын мне оплатил обучение справлюсь получится все паре практиковать да она крик души сможет ли выбраться из сложившейся ситуации сможет ли муж выйти на стабильный заработок его деле или стоит бросить все и уехать назад стоит бросить и уехать не выберется нет ничего не выберется моему деду сюм хайлу галюку 76 роки варту ему лягать в лекарню и рубитами не операцию якшо нет что роботы необходимо роботы бо без операцій будет еще гирше и стан погибшится чем дужи до наступной зимы виолетта скажите пожалуйста если будущее не отвечаю не интересно мне ваше будущее с кириллом скажите имеет ли какое-то значение когда человек стучит по голове и объясняет у вас все дома отвечайте конечно не имеет значения эта проблема самого человека андрей андреевич что можно сделать от измены мужа случае если женщина обращает внимание на измены мужа в итоге болеет ребенок в случае если не обращает внимание на измены мужа то болеет изменщица и муж а вообще почему мужчины уходят от женщины изменяют зачем они ходят если возвращаются домой домой они приходят после вы добрые ухаживаете и так далее а туда приходят потому что там они охают громче и говорят что она прямо обожает его она его хочет с ней всегда можно она больше всего испытывает оргазмов сниму у него там все самое лучшее и так далее ну вот в этом и ситуация случае если вы будете делать так же то есть будете даже если не хочется охать громче говорить что он там особенный что вот так прямо нравится и так далее то ходить не будет мужчины которые ходят налево им нужен только секс и восхищение там они гигантусы а дома они решили все иванка моего тата может забрати на вину я к эзотерично можно зробить и чтобы чего не сталося чем все таки забрать скорей что за все не заберут вашего тата на вину можете быть спокойными семенова не могу попасть на начало всегда только в конце прошу можете сказать внучки нервный тик я в этом году в школу дергает глазами скажите пройдет если магний начнете давать то пройдет не нужно переживать ей необходимо увеличить длину сна и чтобы раньше ложилась без телефона желательно и просыпалась позже также хорошо ей массажи а еще хорошо давать ей зверобой позаваривать зверобой четверть чайной ложки порошка зверобоя на стакан кипятка заходи сынок что уже приехали гости наши не приехали гости гости не приехали ну подожди еще пять минут ирина чекулаева так сложилось что мой сын не по своей воле проживает с отцом и не дает возможности нам видеться настанет ли день когда мы снова будем вместе спасибо большое ирина чекулаева я вам как прошлый раз и как позапрошлый раз отвечаю у вас сложится жизнь так что у вас будет возможность дальнейшем с ним общаться учитель решаться мои проблемы да еще долго мучиться недолго бажаю чтобы и ваша родина были здоровыми счастливыми гарными мрилы и вами чтобы вас успешно выходило в житті дякую за відповедь будь ласка так и будет мы и не вагаемость у нас все очень хорошо будет у людей у которых есть кохание тепло внутреннее в сердце все гарно жить и завжды мария близнюк здрасте сын игр сплошном запое молилась по вашим практикам дело помогите стоимость у меня чтобы я избавил его от этого три тысячи долларов готовы платить пишите в телеграм нет не пишите или в наркодиспансер там за такие же деньги точно так же как я помогут она это но ян здравствуйте подскажите о моей семьи моих сыновей хорошее будущее до бывают страхи знаю нельзя страхи это ваши проблемы а будущее детей это их проблемы так вот ваши страхи делают будущее детей плохим поэтому выберите для себя вам все нечего делать думайте о себе думайте о мире думайте о том как денег заработать чтобы детям дать а вы чепухи думаете подскажите пожалуйста проживаем в купленном доме купили семь лет назад и все болеем может проблема в доме спасибо большое для того чтобы до у вас действительно из проблем в доме что необходимо сделать необходимо выбрать три комнаты которые находятся по правую сторону от туалета и в каждой комнате на окно положить круглый магнит и чтобы это или или круглые магниты на него прямо кучу иголочек и гвоздей и чтобы она пролежала у вас год а в сам туалет и рядом с кроватью положите чашечку или просто серебряную монетку но обязательно в чулан и в туалет если их два там чела на туалет а вот в два чулана и в два туалет ну что я желаю вам успеха несколько слов сейчас прочитаю вам из книжки своей и так необычные магические методы лечения человека книга которую можете приобрести на моем сайте и сегодня минус 18 процентов для тех кто ее приобретет итак в этой книге совершенно необычные нереальные и нездоровые с позиции психиатрии психологии парапсихологии даже первопричин возникновения заболеваний методы то есть а их можно назвать не суразными непонятными и противоречивыми то есть по-другому магическими как же они работают никто вам не скажет это точно так же как работает зеленая нитка на пояснице все говорят что это глупость но большинству помогает тем не менее знаете я когда-то говорил уже не что так не помогает хорошо как обычный дуршлаг на голове от головной боли все смеялись свое время это были слова лонга юрия он же он же кстати был из запорожья а точно вспомнил фамилия его было головку юра головку вообще тайна этой тайны этого мира заключается в том что в 1985 году появилось общество которое перепечатала книгу тоже непонятно где эта книга взялась эта книга она была названа книгой которая называлась обучение эзотерики женевского института эзотерики я пытался найти этот женевский институт эзотерики и оккультизма но его нет его никогда не было это была книга которая была издана по мотивам доступной информации которая бралась из небольших статей которые находились на территории советского союза я не знаю может быть изучали там индийскую культуру еще какую-то культуру какие-то книги или какие-то может быть старые журналы и вот попробовали из этого всего сделать определенную такую систему значит сама система она выглядела следующим образом начале начале рассказывалось о энергетической ауре она влияет на жизнь человека а также о ритуальной защите которая там была описана это им хридая на махом климши расисов хаум сакушеки авасад он саку кавачак я хумом ху вах не тартроя сатом курпу от пхат который называется нас которая взята была из йоги это процедура такого запечатывания себя или создание вокруг себя силы которая не дает человеку чтобы на человека влияли вторая тема которая там была ну вот как начиналось это все то есть обучали работе с чакрами при этом это все делалось через определенные замыкания со слогами лам вам рам ям хам ом ом далее на второй ступень и объясняли каким образом там движутся энергии и так далее и так далее и таким образом книга были даны в первой ступени мантры это мантры ом они под махомом шри калина мах причем они такие индуистские в основном были и так далее и после этого в 86-87 году начали появляться школы которые начали это все преподавать первыми были вот головка червоненко червоненко первыми были кравченко из харькова лисицкая бенько такая была еще тетенька их было много и вот они конкретно по этой книге преподавали я был участником создания я тоже был причастен хоть был еще и юношей тоже небольшим образом был причастен более позднее время к этому то есть когда создавалась там одна из систем то я находились мы вместе в турции я еще несколько человек и когда находились в турции то там создавали эзотерические техники и там но как вот надо же какой-нибудь слог ну вот там у турков есть у турков есть слова такие гунайдын это доброе утро до доброе утро гунайдын гунайдын и ничего в голову не пришло и вот как вот она будет подниматься энергия как название будет я говорю ну пусть будет гунайдын ну и все ее в книжке написали то есть вырванные страниц были доделать но во многом это во многом это сработало потому что эти эзотерические школы в дальнейшем смогли развиться потом добавились целые направления глобальные течения такие яркие это допустим гробовой с идеей коллапса идеи гибели мира и как бы возможностями изменить время таким образом чтобы гибели время не было то есть он предлагал просматривать все время будущее к моменту того что там произойдет коллапс и гибель мира и в обратную сторону из будущего в настоящее изменять его таким образом вот пробовать изменять и пространство и время и так далее но очень интересная была модель хотя но мое мнение такое что гробовой немножечко сошел с ума потому что если в начале что-то было понятно то чем дальше шло в лес тем больше было далее интересная история была по созданию матриц гуляева дело в том что матрицы гуляева это были обычные информ это были обычные пения записанные на магнитофонную пленку то есть либо в церкви либо это были аффирмации стинько либо это были аффирмации луизы хэй либо это были просто тексты которые вот сами составляли после этого эти тексты эти аффирмации их запускали на очень быстрое проигрывание до момента получения шума после этого этот шум его в определенные обрабатывали так чтобы он был более-менее звучал в разных тональностях и накладывали на него музыку таким образом появились первые вот эти системы потом брали и эти системы делали так ставили виброфон ставили туда глину она застывала в этом пластмасс очки сверху одевали крышечку и продавали это как матрицу уже и так далее то есть это все видите эзотерика которая благополучно стала в дальнейшем самой настоящей валютой ну и этот лонга юра тоже закончил плохо почему ну во всем виновата то что он был сексист то есть у него были непреодолимые желания интима выбирал он ли женщин взрослых при этом просил чтобы переписывали в общем-то закончил плохо потому что долго так человек не мог протянуть ну мы живем сыном москве родители зовут переехать в украину стоит ли но вы не переедете вас не пустят если у вас есть место проживания больше двух лет час в москве то вас в украину не пустят под любыми предлогами не как вообще даже если у вас украинские паспорта а вообще если есть возможность переехать в украину то конечно да надо за нее брать ну что я желаю вам счастья любви богатство наслаждения изучайте мои ступени слава богу они выложены бесплатно прямо на моем сайте а еще знак благодарности не оставайтесь вот смотрите я сегодня вам что-то рассказывал и вы теперь мои должники имею право за то что вы получили информацию просить у вас чего хочу когда я попрошу чего хочу то я могу забрать то что вам не хочется отдавать а я могу забрать но я не тот человек который хочет это делать поэтому для того чтобы не быть для меня должником вам необходимо просто поставить лайк под данным видео вот смотрите сейчас видео смотрит сколько-то сколько-то человек у меня не показано не видно там сколько вот нас 1036 человек смотрит сейчас а лайков поставили 459 почему люди неблагодарные вы что неблагодарные как вам не стыдно но если не нравлюсь поставьте палец вниз но поставьте это же единственная плата которую вы можете сделать сейчас закончится когда вебинар еще и комментарии напишите какой-нибудь пожелайте что-нибудь мне или себе или кому-нибудь давайте увеличим свою карму о сразу 100 человек поставил лайки спасибо